В этом поезде не пассажиры и экспонаты, это поезд-музей. Уже пять лет он курсирует по разным городам России, где есть железнодорожные станции, и останавливается в каждом на несколько дней. Раз в год поезд приезжает во Владивосток. Девять выставочных вагонов. В целом они все посвящены отечественной железной дороге, но каждый из них представляет отдельную тему с самостоятельной и законченной экспозицией. Развитие скоростного движения в России, инфраструктура поездов, энергосбережения, нанотехнологии. Начинается экскурсия с военного вагона, чтобы показать, что было и как стало. Большинство макетов и моделей музея интерактивные. Нажав на несколько кнопок, экспонаты оживают. Поезда едут, ракеты взлетают, и даже маленькие человечки начинают двигаться. Кстати, над созданием некоторых макетов трудились не один год. Самый популярный вагон у посетителей тот, где можно почувствовать себя настоящим машинистом и сесть, что называется, за управление поездом. Для этого здесь представлены три специальных тренажера. Тренажер электропоезда «Ласточка», тренажер локомобиля «КамАЗ» и тренажер машиниста-электровоза «ЭП-1М». Цель передвижного музея – рассказать жителям нашей страны об инновациях, связанных с железной дорогой России и вдобавок привлечь молодежь в ряды компании. Машинистам очень быть сложно, потому что там всякое написано, много кнопок и много рычагов. Запустили передвижной выставочный состав еще в августе 2011 года. За пять лет поезд проехал более 700 городов России. Сначала его маршрут пролегал в основном через крупные населенные пункты. Потом добавили и те, где живет только тысяча человек. Чтобы успеть везде, на станциях музей задерживается ненадолго. В среднем 2-3 дня. Это уже зависит от численности населения города. Чем больше город, тем больше планируется дней. Во Владивостоке музейный поезд можно найти на первом пути железнодорожного вокзала рядом с паровозом. Кстати, его стоянку в Приморской столице продлили до 21 января. А уже в субботу для всех, кто не успел посетить музей, будет актуальна фраза «Поезд ушел». Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.